Яночка, у нас сегодня вообще прекрасно, я просто только что пришла, простите за опоздание. А можно мы ей еще раз похлопаем? Яночка, ты такая классная, пожалуйста, сегодня все для тебя и все для тебя. Вот, я прочту буквально о парских творениях, ну, начну я с Верполосковой. И они встречаются через год, в январе 15-го числа. И одна стала злее и обросла, а другая одета женой магнаты или посла. И одна вроде весела, а другая сама не своя от страха, словно та в кармане черную метку ее принесла. И одна убирает соломки, вазочки со стола, и в ее глазах, от которых другая плавилась и плыла, в них, в которых была вся патока да смола, у них теперь нехорошая стали мгла. И она, как была нагла, как была смола. Как же ты ушла от меня тогда? Как же ты смола? И другая глядит на нее, и через секунду как мел била. И она еще меньше, еще фарфорове, чем была. И в ее глазах, от которых одежда делается мала, и запотевают стекла и зеркала, в них теперь зола. Ты не знаешь, не знаешь, как я тебя звала, шевелила губами, ржавыми отбухла, месяц не улыбалась, четыре месяца не спала. Мы сожгли друг друга дотла. Почему ты зла? Разве я тебя предала? Я тебя спасла. И у них слишком тяжи губы, ладони, волосы, слишком памятные тела. Те, что распороли, разъяли, вырвали из тепла, рассадили на адовый вертелак. И одна сломалась, другая была сняла. Каждая вернулась домой в тот вечер и кожу, кожу с себя сняла. У одной места взгляда два автоматных дуа. Она заказывает двором, а закусывает удела. Ну, чем ты молчишь? Рассказывай, как дела. Спасибо.